Тамара, Тамара Юницкая должна была быть, если ты здесь, я тебя приветствую персонально, ну еще, еще всех, всех, всех ребят, с кем знаком, с кем не знаком, вот давно не проводил я авторские вебинары, и не судите меня строго, действительно, я волнуюсь, вот хотите или нет, но я все равно волнуюсь, очень волнуюсь, почему, потому что я такой человек, но своеобразный, что я особо к вебинарам не готовлюсь, я вот выхожу на них и начинаю что-то вещать. То, что здесь есть вот замечательные слайды, они здесь есть загружены, и по идее мне было приказано, я бы так сказал, было приказано провести презентацию технологии, но немножко, ребята, презентацию технологии у нас проводят великолепно, все ребята проводят великолепно презентации технологии, со слайдами, со всем остальным, но с вашего позволения, сегодня я по слайдам особо не буду показывать, хотя надо показывать, И в этом отношении, конечно, Юрий Шипхунов это просто неподражаемые слайдовые материалы, где он в течение буквально пяти минут показывает все то, что необходимо показать для потенциального инвестора. Я говорю для потенциального инвестора, даже не для нас действующих, а для потенциальных инвесторов. Но сегодня я хочу немножко начать по-другому. Так, время у нас, у меня было время дано 15 минут, оно бежит очень быстро. Поэтому, знаете, я хочу начать с такой фразы. Фраза такая очень интересная. И она звучит так. Если ты этого не знаешь, то это для тебя не существует. Вот просто, ребята, задумайтесь над этой фразой. Если ты этого не знаешь, то для тебя этого не существует. Как в свое время мы не знали, что такое биткоин, и для нас он не существовал. А сейчас 99% и 9 десятых тех людей, которые присутствуют здесь, я думаю, что я прав, скажут, что да. Они тогда этого не поняли, они этого не знали или не захотели знать, не захотели вникнуть. Соответственно, они этого не имеют. Я прав или нет? Если прав, поставьте плюсы. Просто плюсики поставьте. Это один из таких маленьких примеров. Таких примеров вы сами для себя можете привести к гигантское количеству. Того, что вы не знали, не вникали, и это для вас не существовало. И для меня то же самое. Я точно такой же. То есть где-то что-то, какие-то возможности я не увидел. Не буду рассказывать все эти истории. Но это де-факто так есть. И то, что те люди, которые сейчас присутствуют, новички, возможно, новички у нас присутствуют. Пожалуйста, поставьте однерочки. Что вы пришли, я не знаю, в первый раз, что вас пригласили, и вы ничего еще не знаете о том, о чем будут говорить. И о чем буду я вещать. Что вы ничего не знаете. Поставьте однерочки. Кто присутствует вообще в первый раз, не знает ни про технологии. Вас просто пригласили для того, чтобы ознакомиться с чем-то. таких на сегодняшний день таких человек у нас два человека то есть это не партнеры это люди которые пришли по приглашению я приношу вас вам глубочайшее извинение вот именно саму технологию что это такое вы послушаете на следующих вебинарах, почему? потому что в это я вникать сильно не буду, я сегодня буду говорить короче то есть более коротко приветствую создательного уклада жизни да Володя спасибо большое это действительно по большому счету так и есть я еще раз повторю эту фразу если мы чего-то не знаем то это для нас не существует, вот можете даже для себя записать, она такая знаете, дает понимание о чем-то задуматься о чем-то задуматься а теперь я задам вопрос не для новичков даже, я задам вопрос для всех вот дорогие друзья, скажите пожалуйста, у нас с вами все остальные партнеры два человека у нас пока еще не партнеры у нас с вами одна цель просто напишите да или нет у нас с вами одна цель напишите либо да, либо нет если напишите нет это тоже неплохо это нормально почему? потому что цели могут быть у людей разные люди могут быть просто инвесторами и те люди которые, ну скажем так живут этой идеей как я всегда говорю приоритет, который у меня есть это Skyway приоритет это то, чем мы занимаемся приоритет это то ради кого мы даже пришли ради кого-то изначально мы пришли ради кого-то ради чего-то ради идеи ради человека даже не ради человека а на человека и в 90 процентах случаях когда мы приходим куда-то в какую-то компанию в какой-то проект куда-то мы приходим мы приходим прежде всего на человека кто-то пришел на меня кто-то пришел на Виолетту кто-то пришел на Наташу Касполову но в конечном счете мы выходим на Антолида Ручиницкого и как я обычно говорю это по-моему моя фраза я называю всегда Антолида Ручиницкого дорога длиною в жизнь это человек, который ну он посвятил всю жизнь этой идее а теперь эта идея стала и наша тоже это тот человек который вызвал у нас доверие это тот кто нас объединил и у меня всегда возникает фраза только одна чем я могу полезен быть для всего этого в чем я участвую чем я могу быть полезен вот для себя это тоже можете просто записать вот просто напишите на листочке или как-то зафиксируйте чем я могу быть полезен для этого для этого проекта для того что мы создаем всем добра и здоровья я иногда поглядываю в скайп но сейчас вот не буду смотреть на него почему? потому что он отвлекает в хорошем смысле слова итак дорогие друзья то ради чего мы собрались сегодня это ответы на вопросы и коротко освещение того что происходит вообще ну скажем так в нашей жизни сегодня для новичков для тех ребят которые пришли сегодня послушать я тоже вы можете также для себя записать такую вещь что вот хотим мы или не хотим мы обычно задумаемся в чем участвуем в чем не участвуем и самая упрямая вещь это факты вот факты реальные факты и я только изложу вам факты а решение останется за вами я это сейчас говорю для новичков я сейчас не буду показывать слайды отвлекаться не буду на это хотя надо показывать и Юра Шевкунов если бы сейчас он присутствовал здесь у него еще раз повторюсь это сумасшедшие потрясающие у него короткие презентации изложения того как надо доносить материал но я вот такая сволочь но своя которая вот немножко по-другому делает но Юра я торжественно обещаю через кого-то можете передать что я подберу эти слайды и выберу из того что есть свои подборки я буду так делать так вот дорогие друзья по поводу фактов это такая упрямая вещь и в нашей жизни мечта и цель может быть маленькая может быть средняя может быть большая единственная плата за эту цель наша жизнь это может быть несколько жестоко но это правда самый большой риск который мы обычно испытываем это риск это избегание это вообще избегание всякого риска риск есть везде во всем и как только человек слышит что-то новое как он слышит какое-то предложение он сразу же в голове оценивает риски вот уже на основе своего опыта как правило на основе своего опыта это не плохо не хорошо это есть де-факто это есть опыт 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 либо положительный человек быстрее вникает опыт отрицательный человек просто даже не будет слышать нашего предложения так вот на сегодняшний день для новеньких и не только для новеньких есть три супер выгодных предложения и я начну с первого итак первое предложение это шанс стать совладельцем самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации я повторю шанс стать совладельцем самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации это не мои слова Это первая фраза, с которой начинается посыл Анатолида Арчуиницкого, генерального конструктора, генерального директора и так далее, и так далее, нашего проекта. И я понимаю вас великолепно. Это не просто принять на веру, но в то же время. А вдруг это правда? Повторю, это шанс стать совладельцем самого крупного бизнеса за всю историю цивилизации. И опять же переходим к фактам. Первый вопрос, который возникает у любого человека, и вы можете для себя, особенно наши новые партнеры, как будущие партнеры, а может быть не партнеры, просто имейте в виду. Первый вопрос возникает, кто вы и почему я должен вам доверять? Кто вы такие и почему я вам должен доверять? Ответ я сейчас не буду показывать, но все это вы увидите в дальнейшем, либо сами, либо же вам, вы это получите информацию в дальнейшем на тех вебинарах, которые даются и Алексеем Суфодоевым, и Владимиром Волковым, и Володей, и еще многими нашими партнерами. Членами правления особенно. То есть кто мы и почему должен я вам верить? Ребята, это отзывы, это телеканалы, это следствия массовой информации, это заключение экспертов, участие в крупнейших транспортных выставках по всему миру. Кстати, последняя новость, ребята, кто вдруг не видел, пожалуйста, зайдите и посмотрите. 25 ведущих телеканалов арабского мира в течение трех суток давали информацию о нашем проекте, об Анатолии Эдуардовичу Яницком, о том, чем мы занимаемся. 25 телеканалов. Я уже не говорю, что если просто наберете СМИ по Skyway, вы увидите там информацию, начиная с Австралии и заканчивая Южной Америкой. И как часто мне, ну, говорят, элемент недоверия как бы есть у человека. Я говорю, да, вот вы можете не верить ни мне, никому, но поверьте, что не дураки. Те люди, которые прилетают к нам в Минск, а теперь в Арабские Эмираты, на уровне министров транспорта, чуть не премьер-министров, ведущих специалистов, экономистов со всего мира. Делегации прилетают ежемесячно, если не еженедельно. Второй вопрос, то есть первый вопрос, кто мы и почему я должен вам верить. Ребята, получите ответ на этот вопрос. Второй вопрос, на какой фазе мы находимся, а сколько еще ждать, чем мы занимаемся, что мы сделали. Ребята, это наша земля, которую мы получили в Белоруссии, которую мы получили в Эмирате-Шадже. Это начало строительства в свое время, установка опор. Помните время, когда мы еще туда, молодые инвесторы, спрашивали, когда будут стоять опоры, когда выкопает котлован. Это то, в чем участвовали именно первые, Владимир Маслов, Ирина Волкова, Алексей Суходоев, Инета Аджана, ну и так далее, и так далее. Все те наши партнеры, которые были с самого начала. Когда будет наконец-то показан подвижной состав, он есть. Когда мы начнем участвовать в всемирных выставках, участвуем в самых крупных мировых выставках. Мы как изюминка на торте на этих выставках. Когда начнутся ходовые испытания, полномасштабно пошли. Когда начнется сертификация подвижного состава, у нас уже есть сертифицированный транспорт. И, дорогие друзья, мы уже переходим в стадию строительства. Строительство – это коммерциализация нашего проекта в Арабских Эмиратах. Третий вопрос. То есть, первый вопрос, повторю, кто мы и почему нам можно верить, а может быть вы не поверите. Второй вопрос, на какой фазе мы находимся. И третий вопрос, а куда пойдет рынок и пойдет ли он в нашу сторону? Куда он пойдет в ближайшие годы? Да, рынок пойдет в сферу, но вот как сейчас пандемия и коронавирус. Вот, естественно, что, ну, это, между нами говоря, очень хорошие деньги зарабатывают те компании, которые занимаются разработкой каких-то там лечебных препаратов или чего-то еще для того, чтобы эту пандемию остановить. Хотя я сомневаюсь, что они что-то разработают. Просто, наоборот, уж этих столько было всевозможных у нас вирусов, которые через год-два про них забывали. Но, куда пойдет рынок? Глобально, ответ, деньги пойдут туда, где будут решаться глобальнейшие проблемы человечества. Пандемия и то, что сейчас происходит, это уже где-то закончилось, кто-то вообще на это внимание не обратил, а где-то это закончится очень скоро. А вот транспортные проблемы не закончились, и они только расширяются. Это самый главный, наверное, самый главный такой момент, это транспорт. А транспорт должен быть безопасным, экологичным, комфортным, удобным, скворостным. И немаловажный фактор, он должен еще и приносить прибыль. На сегодняшний день, по-моему, дай бог поймите, только водные, то есть водные перевозки, то есть водный транспорт, он еще более-менее себя окупает. Все остальное, вы, наверное, знаете сами, находится на дотациях государства. Прибыль не приносит. И, может быть, впервые за все время появляется транспорт, который будет и инвесторам, и всем, и государствам приносить реальную прибыль. Так вот, это первое предложение. То есть, как я сказал, будет три предложения. Итак, первое предложение, вот я вам озвучил. Второе предложение, для дальнейшего развития проекта, 11 мая 2020 года, руководством Skyway было запущено инвестиционное предложение с невероятным дисконтом. И это предложение, я думаю, что оно будет последнее. Больше таких предложений не будет. Мы находимся из 15 этапов реализации проекта, мы находимся на 14 этапе. Предпоследний этап – это дисконт 1 к 100. Что такое дисконт 1 к 100? Это разница стоимости номинала и цены на сегодняшний день. 1 к 100. Увеличение вашей доли в 100 раз. И я, когда вот нахожусь в офисе, когда я в офисе общаюсь, живу и с людьми, я им просто показываю, ребята, дисконт 1 к 100. И пусть, ну, мы выйдем на рынок, именно публичное размещение акций на бирже будет через 10 лет. Дорогие, ваше увеличение, ваше вложение в 100 раз. В 100 раз. Посчитайте, сколько, то есть какой это будет процент годовых. Просто посчитайте для себя. Сто процентной гарантии никто нигде не даст. Ее просто нет. Вот коронавирус раз и небольшие задержки идет, и у нас тоже идут небольшие задержки. Хотя это не критично, но так есть на самом деле. Но дисконт 1 к 100, и это предложение будет действовать еще месяц, один месяц. Дальше его уже не будет никогда. Я вам напомню, обычно инвесторы покупают акции на фондовом рынке. Вы знаете, что у нас в течение трех лет проводил вебинары по финансовой грамотности, и в данный момент мы, ну, я лично сотрудничаю с Виктором Тарасовым, это ведущий консультант крупнейших банков по глобальным рынкам. И вот кто говорил, что он, как бы я могу это озвучить по-своему. Обычные инвесторы покупают акции на фондовом рынке. Вот когда мы выйдем на фондовый рынок, инвесторы будут покупать акции. И они будут их покупать. Почему? Потому что они предопределенно будут расти в цене. Так как каждый километр построенной дороги, каждый, я не знаю, инфраструктурный объект, который будет создан, он увеличивает капитализацию компании, и, соответственно, цена растет, и акции будут расти в цене. Так вот, вы будете покупать, следуя, когда-то через год, через два, вы начнете покупать акции на фондовом рынке. Так вот, эти акции уже будут оценены и участвовать в торговле. А компания, Рейн Скайвей Систем, свои акции, мы свои акции оценили, но пока еще не проходили процедуру выхода на публичное размещение, то есть на IPO. И компания предлагает их с очень хорошей выгодой, по очень выгодной цене, до формирования достаточного капитала, который позволяет создать промышленные образцы подвижного состава, пройти сертификацию и дальнейшее продвижение на мировой рынок. И мы находимся в стадии не стартапа. Ребята, стартап – это, ну, как бы такое самое начало, высокорисковый проект. Почему? Потому что у нас уже началась коммерциализация. Про этот феномен в мире инвестиций знает малая толика людей в мире. А шанс стоит дать каждому. И у вас такой шанс есть сегодня тоже. Даже если вы еще не инвестируете в Skyway, вы должны знать, что это уже есть. Skyway завершил все подготовительные работы в Эмирате Шарджа, перешел в стадии активного строительства, запущены тестовые участки и готовится сертификация в тропическом исполнении. А следом, практически одновременно, начинается крупномасштабная капитализация компании. И третье предложение. Станьте партнером в компании и получайте достойные агентские вознаграждения, партнерские вознаграждения. Здесь и сейчас. По маркетинговой стратегии продвижения и финансирования проекта через краудинвестинг, вы можете это сделать прямо сейчас. Об этом вы тоже узнаете более подробно на отдельных вебинарах. Итак, подытожим. Я просто вам напомню, я восхищаюсь Юрием Шевкуновым. Первый вопрос. Наличие проблемы на рынке есть? Есть. Глобальнейшее наличие проблемы. Второй. Востребован ли растущий рынок? Невероятно востребованный. Третье. Глобальность и масштабируемость развития по всему миру. И четвертое. Это понятная модель получения прибыли. И вам не обязательно принимать решение прямо сейчас. Возможно, вы все же сможете найти что-то попроще. Что может быть и не будет так глобально, как у нас. Но все же выбор за вами. Итак, дорогие друзья, я передаю слово. Не просто слово даже, а сейчас вы можете задать вопросы. Любой, даже самый кардный вопрос членам правления. И слово передаю. Спасибо, Григорий Михайлович. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Как меня слышно, пожалуйста. Что-то меня вырубило. Спасибо, 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 коллеги, спасибо. Еще раз добрый вечер или добрый день. В зависимости от того, откуда вы меня слышите. Я рад с вами пообщаться. Значит, я, в общем-то, поддерживаю часть того, что сказал Григорий Михайлович. Но в особенности то, что для тебя или для меня существует действительно то, о чем я знаю. И важно понимать то, как я знаю. Но при этом всегда надо помнить, что не все таково, каковым кажется первый взгляд. И на этот счет есть много притч. И поэтому, как только начинаешь познавать, начинаешь осознавать. И этот процесс нескончаемый. Поэтому я хочу сегодня ответить на вопросы. Я неоднократно говорил, что вся информация есть. Вопрос только в том, ты, он, она, они пользуются тем, что дает компания SkyWorld Community или не пользуется. Что дает сайт инженера Юницкого, что дает РСВ сайт. То есть везде есть много информации. Люди порой просто не знают, не интересуются. Но вопросы есть. Поэтому я зачастую говорю, что нет глупых вопросов, могут быть глупые ответы. Постараюсь воздержаться от глупых ответов. И в какой-то степени повернуть человека или людей, или человека, который задавал вопрос, в сторону того, чтобы познать и начинать втягиваться в процесс. Процесс действительно таков, и о нем можно много эпитетов привести, как говорил уважаемый Мирошниченко. Но, тем не менее, надо знать и технологию, надо знать азы о проекте. То, что я размахиваю руками и говорю, что проект колоссальный, хороший, это все эмоции. Это тоже важно. Но это важно тогда, когда я досконально знаю минимально, хотя бы минимально, о том существе дела, что такое проект. К сожалению, дорогие друзья, многие, задаешь вопрос, многие не знают, что такое проект. Начинают, говорят, это Skyway. Skyway это технология, дорогие друзья. И даже еще не технология, нельзя сказать, что это технология. Куда ты инвестируешь? В Skyway инвестирую. В какой-то степени на кухне это можно сказать, но когда ты общаешься с партнером, так нельзя говорить. Поэтому сегодня прошу очень внимательно отреагировать на те вопросы, которые я буду отвечать. Потому что они направлены как раз на то, чтобы показать, что смотрите, здесь даже название сегодняшнего, как бы моей доли, которую я вношу в этот сегодняшний семинар, вебинар. Это бизнес, мы и наш проект для партнеров Российской Федерации и близлежащих сопредельных стран, которые к ней присоединяют. Ну, как бы прилегают, извиняюсь. Итак, дорогие друзья, пойдем дальше. Времени у меня немного. Вопрос первый. Прошу рассказать об этапах выкупа доли или превращения их в акции в 2020 году. Человек задает вопрос, потому что, ну, я понимаю, почему он задает вопрос, что ограничится ли это все 14 этапом, как говорил Миросиченко Григорий Михайлович, или же мы войдем и в 15 этап. Вы понимаете, если посмотреть бизнес-план, я отталкиваюсь от базы проекта, в бизнес-плане есть 15 этапов, чтобы завершить технологию, а этапы не от того, что они просто этапы. Кто-то взял, вот так ударил колокол Юницкий, Анатолий Эдуардович или там еще кто-то и сказал, все, баста, 14 этап закончился. Нет, у каждого этапа есть финансовый план. Если посмотреть финансовый план, который не менялся с 2014 года, то там было зафиксировано в бизнес-плане, что в проект на 14 этапе должно быть проинвестировано или привлечено, скажем так, 25 миллионов. И в 15 этап еще 25 миллионов. Это значит, предполагалось, что на предыдущих этапах там еще 13, 12, 11 этап привлекалось по 25 миллионов. Но вы понимаете, что проекты переходили, работы выполнялись, как Юницкий говорит, дешевле. И обходился проект с меньшими затратами, меньшими деньгами, выполняя задачи. Осталось только по проекту проинвестировать, значит, в высокоскоростную технологию ее выведения, построить, просерфицировать, вывести на рынок. И вывести, значит, Юниконт или грузовую часть грузового транспорта, которого вообще не было в проекте. Вот, в принципе. От этого и зависит. Поэтому я так думаю, что, скорее всего, в этом году мы сможем перейти и должны будем перейти на 15 этап, который завершится полным завершением всех основных пунктов проекта, о которых я еще скажу позже. Как получить выписку из реестра, заверенную юристами компании, чтобы можно было с этим документом идти к нотариусу, оформлять завещание? Не нужно никуда идти ни с какой юридической выпиской. Вот есть, смотрите, я сделал здесь, значит, выписку из реестра, значит, сертификат из реестра, где, это мой личный, да, одну строчку я сделал, здесь есть время регистрации, значит, какие доли или акции, в данном случае это акции shares, номер такой, это по номеру такой, это 13100, это еще в 2016 году. Значит, мой адрес, где я родился, когда родился, как крестился. Данные на английском языке, все, больше ничего не надо, никакой не юридической, вам нотариус заверяет, значит, завещание. Не то, что вы владеете, а то, что вы отдаете, фактически это по вашей воле, по вашему волеизъявлению, и вы персонально подписываетесь под этим завещанием. Завещание. Не более. А что вы там передаете? Велосипед, акция номер такая-то, по акции номер такую-то, весь пакет, весь вот этот, всю эту строчку, или от номер такой-то, например, 13000 передаете сыну, а 100 акций передаете домохозяйке, которая вам помогала. Вот и все. Все это возможно, не надо всю строчку передать, поэтому, еще раз повторяю, нотариус утверждает только то, что вы есть вы, и что это ваша воля. Не более, поэтому никаких там выписок, ничего больше не надо, кроме этой. И более, боже упаси, никаких ни сумм, ничего не вносите, только номер акции по номер такая-то. Как в тексте завещания называть доли? В тексте завещания так и называйте. Если вы боитесь назвать их, они называются акциями. Понимаете, это условно, когда-то ввели понятие доли, потому что торговать акциями на рынке нельзя, хотя люди не понимали, что мы не торгуем акциями, а мы получаем акции в залог и в процессе залоговой сделки берем ее в свою собственность в залог. Все. Понятно, да? Поэтому, как хотите, так и называйте. Shares на английском языке есть shares. Никто к вам не будет придираться. Если собственник доли хочет разделить свой портфель между несколькими, я уже объяснил. Можно делить и не надо ничего, хоть на равной части, хоть не на равной части. Какие действия нужно сделать? Пятый вопрос. Чтобы сейчас при жизни владелец доли сделал подарок и переписал. Только наследство, не более. И которое вступит в силу после того, когда волей изъявитель является... А, немного тише. Я понял. Сейчас, одну минуточку. Сделаем тише. Я слишком громко говорю, значит мне надо просто тише говорить. Наверное, сейчас я посмотрю. Так, да. Сейчас, одну минутку. Если я громко говорю. Так. Как сейчас мне слышно? Дайте обратную связь. Уже хорошо. Хорошо, ладно. Я просто... Я привык громко орать, как в армии. В свое время, когда служил много-много-много лет назад. Срочную службу. Другого человека. Поэтому только в порядке передачи по наследству. Есть ли у нас прописана подробная инструкция о том, как вступить в права? Нет, нету и не будет. Я уже объяснял об этом. Потому что в разных странах разные условия. В каждой стране есть основания. Самым основным является то, как нотариально оформляется завещание. Все. Не более. В случае, если нет завещания, то человек, ушедший в мир иной, имевший или имеющий сейчас личный кабинет, это является имуществом, имеющий определенное количество доли или акций, его родственники по истечению в этот печальный, по этому печальному случаю, должны будут просто заявить нотариусу, что перечислить в имущество входит то и то. Причем, заявив личный кабинет, только логин, не внося туда кода или пароля, извиняюсь. Вот. И количество долей, которые у него там есть. Или пакетов там. Какая-то, по такой-то, такая-то, по такой-то. Поэтому лучше всего, когда у вас есть аналогичная, как я уже показывал, она очень большая у меня, но я здесь в выписку делал, вот такие есть различные. По Евразии НРСКВ Системс Холдинг, по Евразии НРСКВ Системс Холдинг 2 и по Евразии НРСКВ Системс Холдинг 3, акции или доли которого мы сейчас используем или система использует для залога под кредитование проекта или инвестирование в проекты. Подскажите, как переоформить пакет малыш и студент на... Очень просто, если малыш или студент уже достиг 18 лет, нужно заявление написать в правление, не в правление, а в Евраз на Евгения Кудряшова, и компания оформит все и объяснит, что как делать будет. Если нет у этого малыша или студента, достигшего 18 лет личного кабинета, на него будет он открыт, и туда будет все ему почитающееся переведено. Так, кому-то там 80 лет, и он хочет получить свой остаток доли. Этот вопрос не из России, я его просто на всякий случай сюда перенес. Ждать больше нет смысла, смысл всегда есть. Вопрос только в том, что, скорее всего, этот человек не оформил. Я думаю, что оформить, дооформить нужно. Неважно, на какой платформе он это сделал. Инвестиции РСВ, Skyward Community или Skyward Capital, как он раньше назывался, или же в СВИГе. Все нужно довести до конца. Если человека, похоже, он не знает, ему надо обратиться тогда к своему спонсору или же к региональному куратору, который найдет или объяснит, как действовать дальше. Какой объем средств доллара к США вложено в основную технологию, ну или в данном случае в проект, какова его оценочная стоимость на данный момент. Значит, по-разному можно оценивать. Первая оценка, это, на мой взгляд, или я рекомендую использовать, когда вы поясняете это, зао-струнные технологии. То есть, это дочерняя компания Global Transport Investment. Если вы посмотрите договор конвертируемого займа, то вы увидите оттуда, что Global Transport, все средства идут Global Transport Investment, которые финансируют реализацию проекта. В первую очередь, это зао-струнные технологии, стопроцентно дочерняя его компания. Сейчас по оценочным балансовой стоимости, там я полагаю так, что я еще не видел свежего баланса за 2019 год, он вот-вот-вот должен после июня месяца, в июле или в августе он должен появиться. Вот, значит, я думаю, что там 75 и более миллионов уже. Прошлый баланс был 59 миллионов. Вот, плюс очень много различных других средств, во что капитализируется. Плюс добавилось там помещение еще и так далее. Так что, если говорить в основную технологию, то плюс к этому еще есть кое-что в Мариной горке, что прямо в баланс не входит, но это инвестиции и плюс шаржа. Таким образом накапливается сейчас где-то около 100 миллионов, можно так сказать, и это где-то проскользнуло и Анатолий Эдуардович, когда он давал оценку. Но это так, знаете, ну примерно столько, это примерно столько. Вот, чуть-чуть больше, чуть меньше, но около 100 миллионов. Я так думаю, что оценочно так и есть. Сколько средств еще необходимо для завершения строительства и сертификации на объектах основной технологии? Понимаете, как раз это то, что надо сертифицировать. Если вы посмотрите бизнес-план по 10 вопросу, да, ответ на него, то там видно, что надо сертифицировать высокоскоростную технологию. По ней предпроектные работы сделаны для варианта в Белоруссии, в Марьиной Горке. И уже сделано очень много для того, чтобы реализовать строительство в 23-25 километровой части от 80-километровой трассы, для того, чтобы делать эту сертификацию уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, поэтому там, но оставшихся работ еще осталось где-то на 10-15 месяцев, если смотреть бизнес-план. Именно график. Причем, как это ни странно, я буквально пару месяцев назад стал смотреть более внимательно бизнес-план и посмотрел его пессимистический прогноз. И там пессимистическо мы как раз идем по пессимистическому прогнозу временном характере я имею в виду. Вот остались как раз вот эти работы по высокоскоростному транспорту. И в этот же период вписывается все то, что связано с Юниконтом. То есть для этого нужно там само транспортное средство, довести до конца, просертифицировать там определенные работы уже делаются в Белоруссии. И плюс вывести Юниконт на трассу 2,5 километра и на трассе 2,5 километра начинать отрабатывать все режимы. Причем это должна быть трасса, которая способна держать нагрузку 50 тонн как минимум. Это само средство Юниконт и контейнер, грузовые контейнеры, которые будут перевозиться. Вот это те работы. И поэтому если по бизнес-плану весь, вся часть высокоскоростного транспорта была там, оценивалась от 80 до 110 миллионов, скажем так, ну 20-25 процентов из этого сделано. Это значит осталось, условно говоря, осталось еще 80 миллионов, да? Но теперь это можно еще поделить пополам. И это примерно те работы, которые будут, которые дороже в 3 раза, чем в Белоруссии. Будут делаться. Значит, в целом это где-то 150-200 миллионов надо еще вложить. Вот вам весь расчет. Значит, сколько средств еще нужно для завершения строительства. Строительства и сертификации. Кем я был в армии? Старшиной был в армии, Александр. Так. Дальше. Значит, завершил срочную службу. Так, 11 вопрос. Когда фирма выйдет на биржу и сколько я должен вложить в фирму? Вот хороший вопрос, друзья. Держите уши на востре, как говорится по-русски. Здесь практически вы получите ответы на многие вопросы. И поймете, что такое проект и сколько нужно инвестировать. И сколько я должен вложить в фирму? Вот человек задавал вопрос в расчете на акции, чтобы получить доход. 5 тысяч евро в месяц в будущем. В месяц навряд ли будут платиться дивиденды. Я так думаю. Обычная практика мировая это раз в год. В лучшем случае по квартально или по полугодиям. В нашем случае это очень много инвесторов, много акционеров. Это лучше только в год раз. Потому что это очень дорогая процедура достаточно. Не дорогая, а, скажем, многообъем работы большой. И лучше делать это один раз. Я посчитал, 5 в месяц на 12, 60 тысяч человек хочет получать в год. Если на одну акцию будет одна десятитысячная евро, одна десятитысячная, то 60 миллионов акций надо ему иметь. Понимаете? 60 миллионов акций, чтобы получать в год 60 тысяч евро. Пускай выбирает. Это такой пессимистичный вариант. Более оптимистичный. Это одна тысячная. Тогда надо 6 миллионов акций. И тогда он тоже будет иметь 60 тысяч в год. Что мы получили? Теперь посмотрим, а что для этого надо компании делать? Чтобы получить одну десятитысячную на акцию дивидендов, да? Сумма прибыли компании за год должна быть 140 миллионов евро. 140 миллионов евро. И 20% от этого пойдет железно сразу. Считается 28 миллионов евро пойдет на дивиденды. На дивиденды в компании. В какие компании? В компании, которые мы знаем. Вот на эти акции в компании Холдинг Евразин Рейлс Кавиасистент Холдинг, Холдинг 2 и Холдинг 3. На все эти компании. И не важно, где из какой компании у вас эти акции. Я по количеству говорю, сколько на эту акцию надо. То есть 28 миллионов идет в эти компании. В соответствии, они разделятся там по количеству акций. Чтобы получить прибыль, чтобы получить эту прибыль. 140 миллионов при 25% доходности. Это такая более-менее доходность. Оборот компании должен быть не менее 560 миллионов в год. Это можно построить, ну, скажем так, 101 километров трасс. Всего-то. Понимаете? Это при варианте таком. Если же мы захотим получить одну десятитысячную, ой, одну тысячную, извиняюсь, да, то тогда все умножьте, придобавьте еще ноль. 5 миллиардов 600 должно быть объем оборота. И это все. И строительство, это и эксплуатация уже, и так далее. То есть доход, и прибыль, извиняюсь, из эксплуатации. Вот. Это должно... И здесь будет 1110 километров. И то, и это реализуемое, дорогие друзья. Поэтому даже я, когда я этот пример рассчитал человеку, я подумал, что да, я не случайно говорю, что, значит, вполне рассчитываю на дивиденды в 2021 году. Я на это рассчитываю и сегодня. Это вам честно говорю. Как у вас решен процесс продажи струнного транспорта, струнных трасс в мире? Извиняюсь. Извиняюсь. Как у вас, в мире, на какую сумму уже подписаны предварительные заказы? Конфетенциальная информация. Но Юницкий сказал, что на предзаказы и заказы уже десятки миллиардов. Десятки миллиардов подписаны, дорогие друзья. Десятки миллиардов. Понимаете? Не вдаваясь там в подробности, где, чего, сколько и как. Когда начнется, это другая история. Когда начнется оборот и финансовое движение, это другой вопрос. Но это покрытие уже есть. И когда будем выходить к моменту на биржу, на IPO, это все будет железно показано. Запланирован ли на этот год Экофест? Никто не отменял его пока. На этот счет могу сказать, что за 90 дней до Экофеста вы о нем узнаете. Если будет складываться обстоятельства таким образом, что или же в стране, где Экофест это Беларусь, нельзя будет скапливаться больше с каких-то человек, или же будет понятно, что людям просто туда не собраться, то, естественно, есть смысл перенести его, так же, как и на Транс перенесли на апрель следующего года, и так же, как перенесли в Шарже Большой Форум. Недавно было объявлено, что собрано около 50 миллионов долларов, какой процент про корневую компанию от одного доллара, который вложил. На этот вопрос я отвечаю очень просто, дорогие друзья. Если параллельно посмотреть, когда вы покупаете, например, ботинки, то я вас уверяю, я работал с предприятиями легкой промышленности, могу вам сказать, что 100, пока покупая ботинки или там что-то за 100 долларов, значит, 80, а иногда и 90 долларов уходит на всю цепочку, и только 10-20 долларов получает производитель. Понятно, да? В нашем случае это до 40% уходит на всю обслуживающую сеть, на все кабинеты, на прочие дела, и все остальное уходит в головную компанию и на все как бы покрытие. Плюс в данном случае человек, который вкладывает свой доллар, кредитуя проект, он получает, как говорил Мира Шенченко, на 1 доллар есть сегодня возможность получить в номинале залог 100 долларов, который будет котироваться на бирже и так далее, и так далее. Понятно, да? Далее, предусмотрена выплата дивидендов, я уже об этом говорил, с 2016 года приобретены доли в количестве, вот еще один интересный пример был, 471 штука, какова их стоимость человек в 2020 году, то есть на сегодняшний день, чтобы внести их налоговую декларацию? Этот вопрос был, если не ошибаюсь, из Польши. Значит, в России тоже нужно налоговой декларации платить, дело в том, что имущество в данном случае не в России, не в Польше, это имущество не находится. По имуществу как по таковому, оно находится на, значит, британское на островах, была британская в Вирджинии, в акционерном обществе, Евразии, Нарелоскавейсистемс, Холдинг, неважно там какой, первый, второй, третий. Вот, поэтому с имущества пока ничего платить на сегодняшний день не надо, и морочиться не надо. но на сегодняшний день человек проинвестировал 2355 долларов, тогда был такой дисконт в 2016 году, а себестоимость в 2020 году уже 4700, это при таком дисконте, а при дисконте, который был реально, до введения бонусной системы лояльности и поддержки друг друга и проекта 11. То есть, видите, какая разница, пятикратная разница уже практически, да, вот, это во-первых, во-вторых, значит, отвечая на вопрос, хочу сказать, что в декларацию, в налоговую декларацию только тогда, после того, надо будет вносить все, и в зависимости от законодательства страны, значит, если российское законодательство требует вносить это имущество, но только с того момента, когда вы начинаете его декларировать как имущество, которым вы пользуетесь, то есть, когда она будет выведена на биржу и вы внесете его в депозиторий ценных бумаг, с одной стороны, с другой стороны, для этого используете какой-то банк, и этот банк может быть не российский банк, где вы их внесете, через который будет у вас связь с депозиторием, куда вы внесете эти акции, но может быть и российский банк, поэтому там в зависимости от этого будет у вас налог, вот, а налог, естественно, надо платить с дивидендов, поэтому с дивидендов, там, в зависимости от суммы вы будете платить определенный процент, там, в России это, по-моему, 10 или 13 процентов, в Эстонии это 20 процентов, есть разные страны, по сколько платить. теперь, в случае, если человек, который задавал вопрос, продаст все эти акции, сколько здесь штук у него есть, то и получит за это 471 тысяча, то оттуда надо будет вычесть 2355 и с остатка посчитать налог с дохода. Все. Если будет ли осуществляться продажа доли до конца 15 этапа. Много домыслов, поэтому что осталось? Вы знаете, продажи и не проводилось, идет залог, причем никаких продаж нет, ни внутренних, ни внешних, идет залоговое, как бы, гарантирование инвестиций. Все. Поэтому я вам сказал, сколько осталось, а осталось, я объясню вам, сколько, сейчас я покажу, одну минуточку. Поэтому не 3, не 2 процента, а много. Извиняюсь, не туда пошел. Так, смотрите, значит, первое, всего столько акций, причем, условия, которая соблюдается для того, чтобы выйти на биржу, должно у компаний, которые выводят свои акции на биржу, должно быть минимально, как минимум, 50 процентов плюс одна акция свободных акций. В нашем случае это соблюдается и здесь, и здесь, и здесь будет соблюдено. И поскольку мы не дофинансировали еще проект, то, естественно, еще и достаточно свободных резервных акций остается. И на биржу будет выведено чуть больше, чем 50 процентов плюс одна акция. Это очень хорошо. Но и хорошо то, что мы уже будем иметь как бы акции до, примерно до 50 процентов минус одна акция. То есть, какая-то минимальная или менее половины будет уже продана. Это очень хороший аргумент при выходе на биржу, потому что, когда другие будут смотреть, ага, что это за акции там появились, евразин, релиз, колеси, холлинг, так, о, да, там столько-то проектов уже в работе, настолько-то миллиардов или миллионов, ага, столько уже построено, так, и там уже почти половина уже, так, это надо, надо брать, это значит, котировка на бирже начнет играть и повышаться. И это очень хороший для нас результат, друзья. Поэтому, значит, возвращаясь или завершая вопросы, я как раз перехожу быстро еще на пару тем, которые я хотел для вас осветить. Покажите слайд, какой предыдущий слайд, Валерий, не знаю, какой был предыдущий слайд. Да, я тоже хочу посмотреть, где раскрываются дивиденды. Дивиденды, дивиденды. Сейчас покажу, сейчас покажу, друзья, вот этот слайд, да, посмотрите, вот здесь дивиденды. Сфотографируйте его. Он хорошо показывает логику всего этого дела. И теперь, поскольку тема, я еще раз хочу о дивидендах, чтобы понимали, люди осознали, чем именно, что является обязательным условием. Не то, что кто-то захотел, ударил где-то в Колоков. Не Юницкий, не кто-то еще выше, выше его уже, навряд ли кто, разве что, Всевышний, так, в нашем, в нашем проекте, скажем так, является обязательным условием. Прибыль компаний за год и аудит компаний. Только это дает основание начинать говорить о решении о выплате. В первую очередь выделяется сумма 20%, пошло-поехало. Выплата дивидендов не зависит от того, выведены ли акции на биржу или нет. Есть прибыль, есть смысл, есть необходимость уделить, это все делается. Что еще является на решение, влияет на решение о выводе акции на биржу или на IPO? На биржу это IPO и есть. То есть, инициация публичного предложения. Объем активов компании уже говорилось, объем заказов находящихся, объем предзаказов, объем уже проданных зарезервированных акций, я уже об этом тоже говорю, в соответствии с состоянием компании требованиям биржи. Очень важные требования, вот, еще зависит от многих решений, важные решения это биржевого комитета котировки. Сколько времени, задают часто, сколько времени, с того момента, когда будет принято решение, а когда это? Это когда будет заказано и положен на стол due diligence. Это сделает компания, которая имеет лицензию, делать due diligence, то есть, она делает полную фотографию сверху, сбоку, снутри, отовсюду компания и пишет due diligence. И вот с того момента уходит обычно 10-24 месяца. Потихонечку этот процесс подготавливается, вот, все средбрендинг и прочие дела тоже в рамках этого, дорогие друзья, делалось и делается, вот, поэтому этот процесс идет. Очень важно то, что в СМИ о нас говорят с массовой информацией в средствах и в социальной масс-медией. много разных вопросов. Теперь следующее, каша в голове, что такое проект. Но, если вы усвоите, что технология и ее сертификация с одной стороны, а с другой стороны, вывод на рынок этой технологии, на рынок строительства, вот это и есть проект. Если рассмотреть все 15 этапов, рассмотреть по содержанию все работы, все направлено на это. На каждом этапе есть как работы, связанные с сертификацией, подготовкой, строительством самой технологии, связанной с выведением сертификации технологии, так и целый ряд мер и мероприятий по выводу на рынок строительства. На рынок строительства, в первую очередь, это весь комплекс, это то, что имеется в Минске, это помещение, почти 10 или 12 тысяч квадратных метров уже, это колоссальное производство, друзья, это КБ, более тысячи человек уже проектировщиков. Понимаете, какая мощная основа для промышленной индустрии создается. Об этом я не буду говорить, так, хочу сказать единственное, в пользу того, что инвестируйте. Понимаете, есть проект, если вы знаете, Амвей и Network 21 учредитель, или основатель этого, этой части, маркетинговой части обслуживания Амвей системы, автором является Джим Дораном, которого нет уже среди нас, и он очень хорошо сказал, я этим время от времени пользуюсь, лишь немногие станут заниматься тем, что им не по душе, только из-за денег, понимаете, не по душе, но только из-за денег позанимался, или начал, но даже если станут, то это пройдется недолго, понимаете, но почему бы наш проект не мог бы быть таковым, когда это по душе, а когда это по душе, когда, когда есть финансовая мотивация, да, есть первая, вторая, интеллектуальная мотивация, это деятельность, позволяющая развиваться вместе с проектом, самореализоваться, сейчас я об этом еще покажу, как самореализуется человек, и второе, эмоциональная мотивация, в этом проекте все есть, это кто-то получает все эти три составляющие от выпуска пирожков, а кто-то получает в нашем проекте, кому, понимаете, и причем этот проект ведет не к маленькому рынку пирожков в какой-то, значит, будке, или в каком-то кафе, неважно, или даже может быть в большом заводе, да, а это всемирная корпорация, транспортная корпорация, причем эмоциональная мотивация, деятельность, получающаяся, эмоциональное поощрение, признание коллег, вы признаете меня, я вас признаю, понимаете, это признание сообщества, это чаты, в которых мы участвуем, принадлежность сообществу, занимающимся большим проектом, это лояльность, с одной стороны, лояльность компании, лояльность того человека, кто этим занимается, прошу это учитывать, и теперь, если мы говорим, а мы говорим, что бизнес и мы, и наш проект, строю свою команду, обеспечу дублирование, в этом есть глубокий смысл, особенно после того, когда нам сработал триггер коронавируса, создаю свой портфель, если ты еще не создавал, хотя бы шесть миллионов, как там расчет показывает, долевого участия транспортной корпорации, дорогой друг, осваиваю понимание особенностей деталей проекта, о чем мы говорили в самом начале, повторяю, планирую и организую процесс передачи информации о проекте и возможностях, я не сам на этом сижу, я делюсь, имею сам, делюсь с другими, вы представляете, какой мощный двигатель включается, энергоинформационный тут, планирую свои ежемесячные бонусные доходы и действия для этого, я если этого не делаю, я ни ухрена не получу, извини за выражение, постоянно знакомлюсь с текущей информацией проекта, иначе я не могу быть адекватным во всех этих пунктах, планирую и организую свой личный рост, личностный рост и духовное развитие, этот груз не унести, даже если на тебя упадут 6 миллионов и вот этого нет, то это будет коллапс для тебя и для твоих близких, я уверяю, об этом можно долго говорить, развиваю свою финансовую правовую грамотность, насколько это необходимо, чтобы объяснить людям, и то, что не знаю, задаю вопрос, получаю ответ, это есть процесс так называемого освоения и усвоения, я создаю свою команду, это очень важно, прошу вас всех это учитывать, это наш бизнес, и теперь не вдаваясь в подробности, это наш проект, тут много сфер, на которые это все влияет, первое, транслятор решения, новая отрасль промышленности, это вообще колоссально, если посмотреть по Киосаки, то это как раз мы и входим в большой бизнес, который находится в правом верхнем углу, большой бизнес, мы к нему приобщаемся, а это дает нам возможность заниматься своим бизнесом, но самое важное, что работает на многих рынках социальные гарантии, которые обеспечивают этот проект, даже сейчас, пока он еще, скажем так, не вышел на рынок, открытый рынок ценных бумаг, он уже работает на это, так же, как все эти столбы пенсионного, намного сильнее, чем все пенсионные фонды, понимаете, и сейчас много пенсионных фондов очень сильно к нам присматриваются, понимаете, а ты кто-то инвестируешь, это очень важно, по поводу токенов, когда выходят на биржу, я скажу пару слов, так, поэтому это очень важно, то есть, ты гарантируешь себе своим близким будущее, как минимум, а расчет показывает, от 6 миллионов и выше, пожалуйста, уже цена, кому считает, кто считает, обойдется 500 долларов, или, да, 500 евро, пожалуйста, 600 тысяч долей или акций, тоже вариант, между прочим, да, вот, теперь, значит, по токенам могу сказать следующее, когда, там надо тоже, там зависит не от того, что кто-то щелкнет и триггер сработает, нет, там зависит от того, что все юридические процедуры доведены до конца, к сожалению, это самая сильная, это как раз одна из сфер, в которой корона все вот эти режимы, значит, ограничения подействовали, юридические компании, они вынуждены были, как бы, не вынуждены, они не могли выполнять все свои договорные обязательства, поэтому затяжка, так планировалось до 1 июля все подготовить, ну, так, может быть, будет чуть позже, но в этом году это будет точно, кто-то говорит, а, она вряд ли будет в этом году, ну, я так думаю, что будет в этом году, выход на биржу, вывод на биржу, на открытую биржу СТО, об этом, может быть, еще Алексей Суходой немножко больше скажет, так, это все было, последнее, перед тем, как завершить, хочу сказать, дорогие друзья, значит, я привел здесь пример, во Вьетнаме, на сайте, человек выставлял, там, Skyway Capital, Вьетнам, все это давно уже прошло, нету Skyway Capital, поддержка Skyway Investors, нету Skyway Investors, Skyway это технология, есть проект, понятно, поэтому надо думать, когда вы где-то что-то пишете, или говорите, следующее, очень важно, нельзя использовать, какие-то фотографии, где-то выставлять, все, везде должна быть ссылка, или это надо делать, только с разрешения, без, иначе нельзя никак, никуда, ничего вписывать, вообще, не рекомендуется размещение текста, поверх иллюстрации, и так далее, то есть, очень много таких нюансов, шрифты, которыми вы пользуетесь, и так далее, значит, и последнее, дорогие друзья, что, что я на своих вебинарах, я повторю здесь, повторение мать учения, какой свой вклад, дорогой друг, в России, ты сделаешь, потому что, я хочу только одно сказать, смотрите, Вьетнам, и я закрою Вьетнам, потому что я влюбился в эту страну, несмотря на то, что я русский, живущий в Эстонии, вот, значит, они очень четко это понимают, что я сейчас вам скажу, и это показывает инвестиции, насколько они лояльны проекту, во-первых, они четко говорят, что я могу сделать для проекта, задаются таким вопросом, следующий вопрос, как я это буду делать, и тот круг, который я вам показывал в бизнесе, он тоже примерно из этой логики построен, когда я это сделаю, потому что можно сидеть, знать, что, как, а не поставив, когда, ну, так и будет висеть, дальше, какой ресурсы для этого имею, а, что-то не хватает, что я еще должен сделать, как, когда, и вот этот круг, рекомендую этим пользу, и это касается не только нашего проекта, это касается вообще любого дела в вашей жизни, и на завершение, коронавирус, значит, ограничения, вьетнамец, полковник в отставке, получил образование в ГДР, значит, чуть младше меня, рассказывает, мне пишет, что быстро привел в порядок, значит, эти стенды, арендовал, потому что в три раза упала стоимость аренды платы, он быстро на год завершил, на год сделал договор, быстро сделал тут свой офис, выходил в интернет, народу передавал информацию, как только сняли ограничения, сразу же приобрел стулья, то есть, что, как, когда, для чего, и начал принимать людей, вот это здесь сидят представители транспортной ассоциации Вьетнама, за ними стоят десятки тысяч людей, они просто были в восторге, когда они узнали, следующий день, следующие семинары на месте, потому что там больше десяти нельзя, и потом, через две недели, он собрал много людей, он провел уже четырехчасовой, четырехчасовую конференцию, поощрил людей, и это команда, которая работала вместе с ним, раз, два, это он сам, три, четыре, пять человек, понимаете, вот этот человек, наилучший наглядный пример того, что мы и наш бизнес, наш проект, и мы в этом бизнесе, это самое лучшее, что можно использовать, и нужно использовать, в это тяжелое время, впереди, я вас не пугаю, будьте готовы, к тому, что, кризис, он идет, будет, есть, и это хорошо, это обновление, это знаете, как температура перед выздоровлением, вот, и есть хаос, и вот, наш проект, это тот проект, который, даст сориентироваться, в хаосе, чего я вам и желаю, быть ориентированными, правильно ориентированными, доброго вам здоровья, берегите себя, и своих близких, и передаю слово, ведущему, уважаемому, Григорию Михайловичу, что скажете, по поводу, ничего больше не скажу, всего вам доброго, спасибо, до встречи, дорогие друзья, до встречи, друзья, итак, дорогие друзья, ну, Владимир, тебе огромная, огромная благодарность, я, собственно говоря, здесь не то, что ведущий, а просто, ну, как-то так получилось, что вроде как ведущий, вот, на самом деле, это самые главные ответы, членов правления на вопросы людей, я, я просто сейчас не могу сказать, Алексей Шухадоев здесь, Леша был здесь, вот, но, я думаю, на сегодня уже и так, мы, то самое главное, Алексей, Алексей здесь, Алексей, Леша, тебе слово, слово Алексею Шухадоеву. Григорий Михайлович, приветствую вас, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как мне видно, как слышно, нужно быстро, с английского языка на русский, потому что, только что, проходил, телемост, он проходит еженедельно, и на самом деле, я в какой-то мере благодарен той ситуации, которая произошла, потому что она максимально нас заставила мобилизоваться, мобилизоваться на онлайн-работу, и фактически каждую неделю по 60, по 70 людей, это новые люди, мы проводим только для Нигерии. и я хотел бы тему выступления своего построить таким образом, для того, чтобы вам немножко рассказать, а что происходит вообще за границей России в плане SWC, в плане Skyworld Community, потому что проделывается огромная невидимая работа, и если говорить про Нигерию, то они могли остановиться, и если говорить про нас непосредственно, мы тоже могли сказать, что вот, упадок, все расходимся. Нет, никто так не скажет, потому что здесь мы собрались, в первую очередь, для того, чтобы завершить то, что мы начали, кто 4, кто 3, кто 5 лет назад, и довести до победного действительно завершения. И это абсолютно реально, потому что сейчас мы наблюдаем по статистике, что какого-то катастрофического сильного падения прямо инвестиций, его не наблюдалось. Если одна страна устает, то подхватывает сразу, вот Владимир приводил пример в Вьетнам. Я хотел бы привести немножко иерархию, для того, чтобы каждый понимал, как развивалось вообще с 2014 года. Первопроходцами, конечно, были россияне, то есть это Россия, и только русскоговорящие могли осознать и понять вообще по менталитету мощь этой идеи, и я неоднократно говорил, что я, несмотря на то, что инженер-механик по высшему образованию и был поражен технологией, но в первую очередь я присоединился к этому проекту благодаря идеологии, благодаря идеологии, которая сейчас еще больше, еще мощнее будет подниматься, так как пандемия, так как коронавирус показали миру многое. И на самом деле далее Россия чуть подустала, подхватила эстафетную палочку уже прибалтийской Европы. И продолжалась примерно в районе года. Немножко помогала нам различные организации, то есть люди осознанные, понимающие, тоже могут понять, принять идею проекта. Далее все это перешло уже на европейскую часть, непосредственно Чехия и Словакия. Словакия вообще у нас были рекордсменами, и я могу сказать, что любая страна может стать рекордсменом, таким как Вьетнам. Далее перешло на Индонезию. В Индии мы не развивались, так как там было запрещено движение, и сейчас неактивно там работа ведется по именно соображениям репутации, так как там начаты адресные проекты, и они обязательно возобновятся. И присоединился потом Вьетнам. То есть представьте, насколько балансировка, насколько действительно баланс сил соблюдается, сейчас я могу сказать, Skyworld Community, для того, чтобы не допустить какого-то такого радикального снижения, потому что сейчас мы это просто не имеем права сделать, так как более тысячи инженеров, дизайнеров и различных профессионалов работают в зоострунной технологии. У компании произошел ребрендинг, и вы уже не найдете svtech.by, вы можете найти только на другом сайте. И это все делается, потому что готовится очень уже серьезная работа по конкретным коммерческим адресным проектам. И я специально сегодня не привожу слайды, так как моих слайдов более чем достаточно на вебинарах, и обязательно я сброшу ссылочку на вебинары, которые ведет Ольга. Они будут переводиться, так как в недавнем времени я обнаружил, что они на данный момент не переводятся. Так вот, минуточку. Чтобы каждый имел возможность ознакомиться с тем, что происходит на моих личных вебинарах. Я никогда не пересказываю просто так информацию, я делаю срез и делаю свою аналитику и понимание происходящего вообще в мире. И на самом деле то, что сейчас происходит в мире, это очень благодатная почва для того проекта, который мы развиваем, потому что на самом деле крупные инвесторы будут просто ходить жалом, водить по миру и в поиске венчурных проектов, которые могли бы, допустим, если говорить про хедж-фонды, восстановить их баланс. Потому что крупнейшие хедж-фонды, например, Рэй Даллио, это вообще такой основополагающий, мощнейший идеолог финансовой грамотности. Это человек, показавший результаты и во времена серьезнейших кризисов. 2008 для него показался пшиком, но в этом году минус 25% падения его хедж-фонда. И многие эти хедж-фонды, после того, как начнется уже коммерческое применение технологий, которую мы с вами развиваем, они захотят входить, но они будут входить уже в адресные проекты. Они уже будут входить либо в IPO, либо в СТО. А для тех, кто не в курсе, чтобы войти в IPO, вот я хочу, чтобы все поняли, что в IPO вы не можете войти на полную сумму. На 100% никто вам не позволит. Просто брокерская компания не позволит и не поможет вам этого сделать, так как есть андеррайтеры, так как есть конкретные взаимоотношения. И максимум 15% в хорошую компанию вы сможете войти. Если компания плохая, вам наоборот нальют все 70-80%, но полученный актив будет в минусе, скорее всего. И сейчас что происходит? Сейчас я анализирую, смотрю на рынок IPO. Буквально недавно прошло IPO компании Ineri. Все это биотех. Все это компании, связанные с медициной. И почему? Потому что сейчас медицина на хайпе. Все хотят вакцину, все хотят того, чтобы медицина развивалась. Но медицина – это всегда такие вот скачки, скачкообразное, волатильное, очень серьезное развитие. И ни одна индустрия на сегодняшний день, даже технологические гиганты, они в марте-апреле показали только падение. И сейчас то, что происходит в мире, на самом деле это накачка. Накачка деньгами – это такие очень горячие, раскаленные деньги. Можно называть их вертолетными деньгами, как угодно их можно называть. Но фактически ФРС может дорасти свой потенциал даже до 35 триллионов долларов. Я читал некую аналитику, если они продолжат скупать сейчас все активы, которые скупают. Сейчас рекордные, на самом деле, рекордные показатели по безработице в США. Вот Григорий Михайлович, у него есть родственники в США, я думаю, что подтвердит мои слова. И что это говорит? Это говорит о том, что штормит всю экономику. И то, что произошло в марте, то, что произошло в апреле, то, что рубль внезапно, 60 с лишним рублей за доллар, увеличился до 70, больше чем 70, и сейчас он устаканился. 70 воспринимается уже фактически как объективная реальность. Но, по сути, также были определенные сделаны операции, чтобы не допустить сильного обвала. И то, что мы видим, во многом показывает на самом деле иллюзорную реальность. Это не происходит на самом деле. А то, что будет происходить на самом деле, ожидает несколько позже. И я абсолютно согласен с ведущими экономистами и с различными аналитиками, что дна мы еще не видели, что кризис будет. И в первую очередь он будет для России. Так как Россия сидит на нефтяной игле, к сожалению, и максимальной такой серьезной диверсификации нет. У самого российского населения триллионы рублей находятся под матрасом. У многих людей деньги находятся под матрасом. И выбор каждого, что эти деньги сгорят, либо все-таки инвестировать в те направления, естественно, не все, которые могут пережить этот кризис. И как раз таки тем направлением, которое может пережить кризис, это тот проект, который мы с вами развиваем. Теперь я немножко скажу, что приготовили мы для вас как SWC. Я неоднократно говорил про систему обучения, но как появилась пандемия, система обучения пошла параллельно, потому что для меня стало очень важным развитие холодного рынка. Если бы не лидогенерация, если бы не создание трафика профессиональными инструментами из интернет, то Африка не вырвалась бы в десятку топ-стран по SWC и просто бы сидела с потенциалом близким к нулю. По России сейчас мы максимально работаем, чтобы через лидогенерацию, через трафик, то есть мы берем определенными способами контакты прямо с интернета, которые ищут информацию об инвестициях и так далее. Но не устраивает сейчас цена одного контакта, цена одного вида, одного клика. Мы над этим работаем, но отлично идет работа по Африке, отлично идет работа по всей Африке, по франкоговорящей, по англоговорящей. Мы будем подключать Латинскую Америку. И как я неоднократно говорил, все, кто обладает знаниями на испанском языке, на английском языке и чувствует себя как рыба в воде и понимает идеологию развития, вектор развития SWC, SkyWorld Community, могут написать лично мне на почту с темой ледокол. Это я говорил на своих вебинарах. Это касается не русского языка на сегодняшний день, это касается именно тех специалистов, которые у нас могут общаться на испанском, на португальском, на французском, на английском и других языках, на которых общаются отдаленные страны. Не берем только арабский язык, так как это, опять же, такие очень нехорошие игры с репутацией, и мы не можем массово развиваться на арабском мире. Но на определенный момент, по крайней мере, это также все будет уточняться. И я могу сказать, что в этом году появятся, так как меня поразила лично новость, я не говорил этого еще, потому что не было моего вебинара, но все вы знаете, что я люблю технологии будущего, и Facebook уже разработали виртуальный офис, то есть это виртуальная реальность, надеваешь очки, и ты фактически сидишь в реальном офисе. И так будут работать целые команды. Если понадобится так перестроиться, то мы перестроимся как в SWC на это. Но сейчас, в 2020 году, мы обязательно будем внедрять современные тренды чат-ботов, то есть чат-боты постепенно появятся, как в WhatsApp, как в Telegram, так и различные воронки захвата будут контактов, потому что мы чувствуем и мы понимаем, что потенциал немножко, возможно, у кого-то даже русскоговорящих, он иссяк, потому что круг знакомства, он иссяк, и сейчас делаем непосредственно упор на маркетинг, на лидогенерацию и создание уже такого холодного трафика, который все наши профессионалы будут делать уже теплым и даже горячим. В ближайшее время появится мобильное приложение, сейчас происходит его тестирование, это мобильное приложение SWC, которое позволит вам работать еще более удобно и пользоваться различными ресурсами внутри мобильного приложения, совершать все операции, которые вы сейчас совершаете в мобильной версии сайта. Это действительно очень серьезная и продуманная разработка. И уже осенью вас ожидают такие новости, которые позволят нам работать вообще просто безукоризненно в абсолютно любых юрисдикциях. Примерно осень, ну максимум говорю, середина до конца осени, это не про СТО, это не про крипто направление, это логика и стратегия развития именно SWC. Потому что мы будем абсолютно еще более кристально чистые для всех юрисдикций, для всех стран, ну помимо США, и тут как бы всегда будет отдельный вопрос, но не возникнет никаких вопросов вообще по поводу прямой юридической схемы. Это будет еще более серьезная схема, чем, к примеру, мы говорили про Royal Capital Group. И этим самым я хотел сказать, что ничего абсолютно не останавливается, и мы максимально поддерживаем идеологию, логику Анатолия Эдуардовича Юницкого, и то, что он сказал, если уж у них ничего не останавливается, это огромное проектирование, это огромное строительство, и все будет продемонстрировано, что планировалось к Экспо 2020 и так, но уже в Шарже, в инновационном центре, это действительно просто потрясает воображение, что компания при недостаточном финансировании не просто еле-еле как-то там переживает вот эту пандемию, а просто планирует все в срок. Нужно оптимизироваться, пожалуйста, мы и сами оптимизировались, перевели многих на удаленную работу, на домашнюю работу, и в головной компании также многие сейчас работают удаленно, но ничего не остановилось, и мы движемся по планам, мы движемся по срокам, и искренне надеемся, что те регистрации, которые мы видим по российскому рынку, они будут преобразовываться в инвестиции, потому что, ну, на самом деле у нас отличные предложения, это дисконты, это система мотивации level up, сейчас европейские страны активно включились, и даже уже не Вьетнам, а Германия, рекордсмены, стали в прошлом месяце, уже в уходящем месяце, и это очень сильно мотивирует, я не могу назвать ни одну компанию, это не продуктовая компания, не какая-то IT-компания, которая смогла бы так устойчиво действовать и работать во время пандемии, потому что, поверьте моему кругу знакомств, рушатся целые гиганты, сетевые компании, продуктовые компании, у которых, казалось бы, продукт медицинско важный, у которых, казалось бы, продукт будет востребован годами, но как только чуть-чуть качает, то конструкция неустойчивая, конструкция не пронизана струной, она начинает расшатываться и в конце концов разрушаться. Мы с вами идем по другому пути, по небесному пути, и пускай кому-то кажется это амбициозным, но я искренне надеюсь, что и на российском рынке мы будем показывать те результаты, которые мы показывали в 2014-2015 году. Сейчас я готов ответить буквально на один-два вопроса и буду завершать, передавать слово нашему главному спикеру сегодняшнему, это Григорий Михайлович. Так, друзья, вопросы? Вопросов нет, но предвосхищая я скажу немножко про блокчейн направление, работа ведется, проводится огромнейшая работа и на самом деле то, что вы видели по системе автоматизированного управления, это Ардуино, то есть это программно-аппаратный комплекс, который позволяет симулировать любые действия, любые ситуации внутри транспортно-инфраструктурного комплекса, и поверьте мне на слово, это идеальная вообще платформа для того, чтобы применять это все на блокчейн. Но что нельзя говорить, и это категорически запрещено, так как сейчас проходит огромная работа с репутацией, то, что от СТО либо от блокчейн направления кто-то будет получать прибыль. Не для прибыли это делается, это делается для оптимизации, для того, чтобы сделать инфраструктуру будущего на платформе и технологии будущего. А таким является блокчейн. А какая будет прибыль, это уже покажет спрос и предложение. Но нельзя об этом агитировать, и мы категорически будем это пресекать. Я надеюсь, что это все всем понятно. Благодарю, до скорых встреч, счастливо! Алексей, огромная благодарность! И Ирина, Ирина Волкова, Ириночка, ты здесь, должна быть здесь. Добрый день, коллеги! Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я еще раз рада поприветствовать наших российских партнеров, инвесторов, коллег. Мы очень, я на каждом вебинаре это говорю в этом месяце, уже по всем соскучились, и ожидаем скорейшее мероприятие оффлайн также. Коллеги, я видела несколько вопросов в нашем чате. Первый, как я поняла, был вопрос про арабский язык. Я могу ответить и сказать о том, что со следующего месяца у нас также принято решение, если это был этот вопрос перевода личного кабинета на арабский язык, мы знаем, что более 20 регионов стран говорят на этом языке, поэтому, конечно, перевод будет. И не только на арабский язык, поэтому, коллеги, если у вас боль, это был другой фокус вопроса, пожалуйста, конкретизируйте. Я хотела бы ответить на ряд вопросов, которые были связаны с маркетинговым планом, были связаны с организационным планом наших мероприятий. Коллеги, я абсолютно поддерживаю солидарно с выступающими моими партнерами, коллегами и с Алексеем, и с Владимиром, которые сказали, что у нас действительно сейчас появилось еще больше работы. У нас правда все хорошо. Как сказал Анатолий Эдуардович Веницкий, этот год решающий, коллеги, полгода уже прошло. Осталось всего полгода. Очень быстро, очень стремительно сейчас будут проявлены многие события. Вы видите, как сейчас все меняется. С самого начала года у нас был выстроен полный план на 2020 год, который мы вынуждены были с возникшими обстоятельствами пандемии менять. Но я хочу вас обрадовать и сказать, что вы знаете, вот мы перешагнули, мы пережили состояние, которое было в самом начале года. Это ребрендинг. И сейчас те обстоятельства, которые были с исключителями, с особенными обстоятельствами нашего временного, как мы говорим, сидения дома, они заканчиваются. Сейчас уже подтверждена информация по европейским всем регионам, что в 20-х числах, с 22 по 25 открываются абсолютно все заслонки, открываются все ограничения. И в России это будет чуть-чуть попозже, может быть на месяц, может быть на два. Мы не знаем. Но мы очень быстро, мы очень активно переключились на онлайн работу. И как я уже сказала и говорю на всех вебинарах, мы в 5-10 раз сейчас работаем более эффективно. И буквально уже вот со следующих месяцев включается обратно и оффлайн, и онлайн работа. То есть все стремительно работает. Ни на один день не прекращаются работы. Также и то, все, что касается технической стороны, со стороны головной компании. все работает в определенные строки. Как я все время говорю, наш поезд едет по расписанию. Итак, то, что касается маркетинговых изменений. На сегодняшний момент у нас просто нет времени, и в этом нет никакой необходимости менять что-то в маркетинге. Что мы добавили, начиная буквально вот с прошлого месяца, это как возможные вакантные инструменты, дополнительные для наших онлайн спикеров. Уважаемые коллеги, у нас такие прекрасные материалы. Ну, России всегда везет, потому что эти материалы всегда изначально делаются на русском языке. То есть вы самые первые люди, партнеры, которые могут ими пользоваться. В наших личных кабинетах есть все презентации шикарные, с новыми логотипами. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. У нас есть специальный вид обучения по дубликации. Вы можете это пройти, сидя дома онлайн. Подключайтесь, выходите с нами на связь. Мы будем очень рады с вами общаться, с вами сотрудничать и двигаться дальше. То, что касается Экофеста, я подсматриваю вопросы, которые вы присылали. Не буду выкладывать никакие слайды дополнительные. Абсолютно верно подтвердил и сказал Владимир Маслов, что за три месяца будет объявлено о Экофесте. И мы буквально уже, начиная со следующего месяца, это через несколько дней, начинаем это формировать, планировать, создавать. Как только это будет официально озвучено, мы обязательно всех проинформируем и, я надеюсь, будем встречаться. Относительно оффлайн мероприятий 2020 года по России. Коллеги, вот если я дала вам сейчас ориентировочные даты по европейским регионам, то по России нам нужно еще дождаться совсем немного, совсем чуть-чуть, той информации, которая будет связана именно с российскими регионами. Я знаю, что мы все соскучились друг по другу, я знаю, что нам хочется всем встречаться, обмениваться, потому что это важная мотивация, это одна из составляющих частей работы сети, но осталось совсем немного. Давайте сейчас за этот период научимся грамотно работать онлайн. Алексей Суходоев перечислил просто уникальные инструменты, которые у нас абсолютно все сейчас включены в качестве инструментов для работы. И у нас есть сейчас замечательное время изучить это, без суеты, без какой-то беготни, просто изучить и их применять. И знаете, на что я именно сегодня хотела сделать большой акцент? Это то, что я говорю на всех вебинарах в этом месяце, это очень важный момент. Мои коллеги сегодня не раз повторяли и говорили о глобальной идее. Очень эмоционально с этого начала Григорий Мершниченко в самом начале. Да, действительно, Россия начала развиваться с 2014 года как сеть, которая стала поддерживать, как партнеры, которые стали поддерживать технологию, и я в том числе. И вот этим людям, которые просто поверили в эту глобальную идею, когда не было никаких инструментов, и мы все друг другу рассказывали просто вот с большими эмоциями на пальцах, и именно этой категории людей в свое время, это, как я уже говорю, 2014-2015 год, был дан дополнительный бонус в качестве определенного бонуса дисконт. Коллеги, я вас уверяю, именно с этого момента у нас есть определенные категории, которые до сих пор и этим пользуются, и спрашивают, ну каким образом нам подключить новых людей к таким шикарным возможностям. У нас от компании есть для вас решение. У нас, я считаю, просто вот уникальное решение, о котором я хотела сегодня поговорить. Всего на протяжении одного месяца. Пожалуйста, составьте себе план, я очень вам рекомендую. Вы знаете, может быть, не все сейчас именно в этот период ограничений пандемии, тотальной безработицы, больших проседаний экономических, взлетов, падений, и вообще, как говорил Владимир Маслов и Алексей Суходой, в хаосных состояниях, слышат именно про глобальную идею. Но очень хорошо все слышат про собственный доход. Вы знаете, вот действительно, Владимир говорил уже, что мы всемирная корпорация с гарантированным будущим, будущими выплатами, дивидендами. на что я хочу обратить внимание ваше сегодня. Именно в этот неспокойный, уникальный и особенный год, пожалуйста, позаботьтесь о себе и о гарантированном доходе, ежемесячном доходе. Как я уже сказала, у нас от компании есть такое решение. Именно в июне месяце поработайте над этим. Составьте себе очень четкий план. План минимального личного дохода 1500, 2000, 1000, у кого, какие потребности долларов дохода в месяц. Что для этого нужно сделать? Пригласить новых людей. Поверьте, сейчас огромное, просто огромное количество людей сидят без работы дома и в интернете ищут такую возможность. Пригласите их на наши профессиональные вебинары. И следующий, третий шаг, который нужно сделать, просто обучить их работать, сотрудничать с нами. Для этого у нас есть шикарная база образовательная онлайн. Вот эти три шага. Еще раз повторю. Первое. Запланируйте себе, прям поставьте план, свой личный доход на этот год. Это 10, это 15 новых людей, которые сидят и ищут работу. Сейчас, если так можно выразиться, это наша фишка, это наш козырь, это наш якорь, когда мы предлагаем именно в этот период людям работу, партнерство. У нас в этом отношении очень стабильная ситуация в компании. Я вас просто заверяю. И мои коллеги тоже подтверждают об этом. Поэтому первый план для себя, как для партнера, как для инвестора, сделать свой личный портфель, сделать свой личный доход. А что я имею в виду под личным доходом? Это приглашение новых людей, которые участвуют на прекрасных, уникальных возможностях, которые сейчас будут существовать только в июне. Это гарантированно. Сейчас стоит 35 дней, 33 дня. Но давайте мы смотрим это до конца июня. Это остался один месяц. Это хорошая возможность для того, чтобы войти именно в эти программы, пользоваться, иметь хороший доход для себя и показать всему своему близкому окружению, как я говорю, горячему, холодному рынку ту же возможность и обучить людей это делать. Это очень важно, это очень стабильно. И я прямо на этом хочу сегодня сделать самый большой акцент. Это сейчас очень актуально. И я этим просто хочу ответить сразу на несколько вопросов, которые задавались от партнеров, от инвесторов. Ну что сейчас важно, что сейчас актуально, размытые планы, размытые сроки, когда выйдем на IPO, когда мы выйдем туда, когда будет построено и так далее. Коллеги, как сказал уже Владимир Маслов, очень подробно, все по пунктам. Мы не перепрыгиваем, не перепрыгиваем ни один этап. Мы не имеем права этого делать. Мы идем четко по графику. У нас нет никаких проседаний. Сейчас вопрос только в одном. Кто успевает войти на очень хороших, лояльных условиях в нашу компанию? И, как вы знаете, этот дисконт, он не случайно, он не с потолка. В связи с этой ситуацией, которая сейчас есть по всему миру, очень многие компании делятся своими продуктами. И в нашем случае это огромная благодарность Анатолию Эдуардовичу Юницкому, всем партнерам нашим. Потому что вы знаете, какой дисконт у нас на 14 этапе. Это дисконт 20-35-20. И сейчас предлагаются такие шикарные возможности, которым вы можете пользоваться в течение этого года. Вы можете приобрести неограниченное количество таких пакетов и пользоваться это в будущем. Как прогнозировал сегодня Владимир Маслов, в течение этого года мы должны завершить 15 этапов. Еще раз напоминаю, полгода уже прошли. Еще раз напоминаю слова Анатолия Эдуардовича Юницкого. Этот год для нас решающий. Поэтому я хотела сделать именно этот акцент. Еще раз поблагодарить всех лидеров, всех партнеров, от себя лично, от нашей команды. Коллеги, вы все тоже молодцы, но подключайтесь. Вот именно сейчас та основная точка невозврата именно в этом году, именно этим летом, именно этим месяцем. Давайте мы активно сработаем. Призываю вас быть всегда в тонусе, быть в хорошем состоянии, с хорошими портфелями и с хорошим доходом до конца этого года, как минимум. И я благодарю вас, коллеги, и передаю еще слово Франтишу Кусолар. В продолжении того, что я говорила, он вам также даст еще некоторые рекомендации и информацию. Благодарю вас, коллеги, и благодарю всех организаторов. Мы с вами, у нас все хорошо, коллеги. Всего доброго. Передаю слово Франтишу Кусолар. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что могу что-то сказать вам через эту онлайн-конференцию. Но я не делаю презентацию на русском языке так часто, но я верю, что вы мне поймете. Я хотел бы обратить ваше внимание, как получить сейчас дополнительные призы и дополнительные деньги. Как уже это Ирина сказала и тоже Олег сказал, что у нас есть возможность пульзовать с этим новым программом с дисконтом один куст. Я бы хотел вам объяснить что-то о системе Левелап. Напишите мне в чате прошу вас, сколько из вас пульзует с этим Левелап-системом. Сколько из вас знаете этот систем, как работает, что можете получать, почему мы сделали этот систем. Левелап-системом вы получите, как мы говорим, балли. Но там есть очень много призов, например, браншет, ноутбук, смартфон, умные часы и другие. Но что очень важно, что в этом системе есть два рейтинга. Есть рейтинг каждой страны и мировый рейтинг. Вы можете пульзовать одним с другим рейтингом. Прошу вас, я сегодня не буду объяснять все информации о этом системе. Войдите в ваш личный кабинет, посмотрите, посмотрите условия, как это, как войти, как пульзовать с этим системой. Я думаю, что когда вы будете видеть условия и то, как можно получить призы и дополнительные деньги, это вам будет очень очень нравиться. Когда я открыл этот систем на моем мировой я там могу посмотреть, как ситуация в Словакии. Это лидеры, которые уместились в Словакии. Вы видите, здесь пять людей. Но когда я открыю рейтинг, мы можем знать и можем использовать с этим рейтингом и мы знаем, из которых стран сколько людей участвовало в этом системе. Это было с апреля. Мы можем видеть здесь из Вьетнама участники 355 и 20 людей получили призы. Здесь люди 12. Индонезия, Германия, Словакия, Словакия, с населением 5 миллионов людей. Австралия, Чехия, Бельгия, Киргизстан, но Россия только три людей использовали с этим системом апреля. Три людей. Сколько инвесторов у вас в России есть? Надо это поднимать. Но это целомирный рейтинг. Кто получил и сколько. И видите, что количество участников в апреле было 432 людей. Со всем мира 432 только. А в этом рейтингу каждый месяц есть призовой фонд. Я бы это называл как джекпот. Этот призовой фонд зависит от количества инвестиций и количества инвесторов, сколько есть в системе. Представьте сейчас себе, когда здесь будет тысяч людей. И этот призовой фонд будет 300 тысяч, 40 тысяч, 60 тысяч, 100 тысяч долларов в месяц. Эти деньги из этого призовой фонда разделяют между 10 полем инвесторов в мире. Посмотрите в апреле с этих 10 8 людей из Вьетнама. Что вы думаете экономическая, политическая и другая ситуация в Вьетнаме это хорошая или нет хорошая как в России? Почему они могут 8 людей выиграть приз? Посмотрите первый человек из Вьетнама минутку первый человек из Вьетнама у него было в апреле 55 тысяч 100 баллов валит. Он получил 30 процентов этого призового фонда 2875 долларов. Это очень хорошо. Другие из Вьетнама у него было 36 тысяч баллов. Он получил 20 процентов этого фонда. 1097 долларов и так далее и так далее. Только два люди из Бельгии там были. Все остальные из Вьетнама. Но я бы хотел, чтобы в мае здесь были и люди в истории из России. Я думаю, что тоже вы хотите. Какие условия надо использовать? Какими условиями? вам надо быть, чтобы вы были верификованы личной инвестицией от 200 долларов исторически. И вам надо зарегистрировать одного нового человека, который проинвестировал 200 долларов. Каждый месяц одного нового человека. Я бы хотел ваше внимание фокусировать на одну вещь. Это очень хорошая вещь, что вместе делать с этим системом Level Up и новым программом акции Step Up 2020. Что я делаю с новым человеком? Я ему покажу эту новую возможность, что там можно... Я ему скажу, посмотри, в прошлом месяце дисконт нашей компании был 1,40. Сейчас наша компания предлагала огромную возможность для новых людей сделать инвестицию с дисконтом 1,100. Это возможно сейчас есть. Но тебе нужно инвестировать два вклада два раза. Нужно сделать два взноса 100 долларов и 100 долларов. После этого у тебя есть очень хорошая возможность участвовать в нашем новом системе Level Up. У тебя есть возможность получить новые призы и дополнительные деньги. Что ты говоришь? Есть у тебя возможность сделать два взноса этот месяц наиболее до 7 дней от регистрации. Я тебе помогу зарегистрировать нового человека. мы ему скажем то самое что ему нужно инвестировать 200 долларов а ты квалифицирован на систему Level Up. Ты можешь участвовать в двух рейкингах. В народном рейкингу и в рейкингу мировом. Это очень хорошая возможность использовать вместе с этими системами Level Up и Step Up. Надо как Ирина сказала сделать план сколько вы хотите заработать каждый месяц. Потому что когда вы зарегистрируете 7 8 10 12 15 новых людей а они сделают разручку на 12 месяцев у вас каждый месяц вы получаете 15 процентов и более. Как у вас есть 10 новых людей вы получаете 1500 долларов на бонус на счет. Это ваша заплата. Надо это с этими квасистемами пользоваться. Как начисляются баллы? я это сегодня не буду рассказывать. Прошу вас открыть личный кабинет ваш сделайте клик на левелап и посмотрите условия и как начиславляют баллы. Это очень очень хороший систем. За каждый доллар вы можете получать один балл. А эти другие условия пожалуйста посмотрите. что еще я бы вам хотел сказать тоже в личном кабинете у вас есть бонусы в рейтинге по стране. Что вы можете получать когда у вас например вы достигли что у вас месяц мая будет 3000 инвестиций значит что у вас 3000 более вы когда уместитесь на первом месте 100% вы получаете эти эти пункты или эти баллы можете перенести до следующего месяца. Очень очень хорошая системная мотивация новых людей потому что та возможность самая для старых клиентов и для новых клиентов. Бонусы в мировом рейтинге я уже вам показал что у вас есть возможность посмотреть как они разделены это призового фонда по местам. Каждый месяц разделение между 10 наиболее инвесторов. последнее что я вам хочу еще раз сказать привлекайте инвестиции в проект Skyway чтобы заработать первые баллы в бонусной программе Level Up я вам хочу сказать что я очень рад что я мог пару слов вам сказать как я сказал как я начал свою презентацию что я не делаю презентацию на русском языке но когда я представил себе что перед 4 годами я только сказал по-русски да нет хорошо нехорошо но я думаю что вы поймете и поймали что я вам сказать сказать я вам желаю очень хорошего здоровья очень хороший бизнес я надеюсь что когда нет будущего месяца в юле или в апреле у нас будет возможность встречать лично в Москве или других местах в России я очень очень рад что я здесь был благодарю вас и желаю вам все доброго пока да франтишек еще раз категорически тебя приветствую огромная благодарность за то что ты так классно хорошо подал информацию ты отлично говоришь на русском языке вот тебя был в Россию совсем и эти 150 миллионов человек все были твои спасибо большое благодарю всех спикеров в нашем мероприятии оно действительно было неожиданное и ну собственно говоря я особо не был подготовлен но все очень здорово да Ирина Владимир Алексей Франтишек нашли время и ну все в общем ребята здорово я просто подытожу коротко подытожу как говорят волшебного пенделя сам себе дам сначала сначала себе себя спрошу а потом уже с остальных можно спрашивать человек будет делать только то что делаешь ты то есть можно много чего говорить мотивировать но это уже такой гигантский опыт работы в сетевой индустрии в инфопроектах и так далее и вот находясь сейчас в новом офисе кстати я офис то есть челябинский офис я поменял взял побольше офис теперь у меня очень удобно есть как бы мой кабинет и зал у нас есть небольшой ну такой нормальный зал где мы будем общаться уже собственно говоря общаемся но еще пандемия еще действует и сильно много народ не собирается ребята еще раз всем огромная благодарность и на путствие дисконт 1.100 увеличение в 100 раз я скажу так что даже если за 10 лет мы выйдем на рынок это ваш капитал прирастает темпами в тысячу процентов то есть в 10 раз в 10 раз годовых десятикратный рост просто имейте это в виду гарантировать никто ничего не может и это запрещено гарантики либо давать но де-факто это делается работаем работаем именно работаем в том плане что включаем пофигизм помните да помните пофигизм это хороший здоровый пофигизм да нет следующий что говорить приглашаю тебя куда зачем для чего приглашаю тебя в проект где мы будем всегда в плюсе приходи и ты это узнаешь и тебе должно быть ребята в хорошем смысле слова пофиг что тебе скажут что подумают ты человеку дал шанс он либо скажет да приду и узнаю либо скажет нет я ничего не хочу знать но если ты этого не знаешь то это для тебя не существует вот это ну вот давайте ребята запишем просто эту фразу запишите и ну используйте ее в работе ведь ты же этого не знаешь значит этого для тебя не существует и снова напомню тот же биткоин я может что эфир может что угодно и вы сами можете взять для себя огромное количество примеров когда вы что-то слышали но вы это не соизволили узнать уточнить вы это пропустили а теперь вы вспоминаете да вот если бы так вот чтобы если бы этого не произошло у нас целый месяц есть дать уникальный шанс всем своим родным близким друзьям родственникам еще раз огромная благодарность гигантская благодарность всем членам правления кто у нас сегодня дал информацию выслушал ответил на вопросы ребята время есть целый месяц пашем по полной всем великолепного настроения вам вашим семьям здоровья друзьям близким всему вашему окружению ну и себе тоже до встречи на следующих вебинарах с вами был Григорий Мирошниченко но прежде всего не я прежде всего это члены правления ну и ваш покорный слуга и ненормальный как всегда у меня мой спасибо